Это пульс дня на RTN. Мы продолжаем выпуск. Ураган второй категории Франсин обрушился на Луизиану вечером в среду, сопровождаясь сильными дождями и ветром, который вызвал падение деревьев и обрывы линии электропередачи. Однако, достигнув суши, ураган ослаб, и сегодня национальный центр по наблюдению за ураганами понизил его до тропической депрессии. Ожидается, что Франсин превратится в посттропический циклон. Информации о пострадавших или значительных повреждениях пока не поступало, хотя многие дома оказались подтоплены. Ураган достиг штата Миссисипи, вызвав осадки также в Алабаме и части Флориды. По данным Power Outage, без электричества остались почти 380 тысяч жителей Луизианы, 55 тысяч в Миссисипи, свыше 14 тысяч человек в Алабаме и 7 тысяч в Теннесси. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в приходе Тербон и городе Морган. В Новом Орлеане выпало от 6 до 7 дюймов осадков, а в некоторых районах Луизианы еще больше. Власти рекомендовали жителям не ездить по затопленным дорогам. В приходе Сент-Джон-де-Баптист несколько домов оказались затопленными. По словам начальника полиции Кеннера, город столкнулся с самым серьезным наводнением со времен урагана Катрина. Местные СМИ сообщают, что в городе Тилба были спасены 26 человек, включая детей, которых разместили во временном убежище. В Лейквью и Новом Орлеане прохожие помогли спасти людей от наводнений. Агентство Reuters передает, что из-за урагана в среду была приостановлена работа нефтяных платформ в Мексиканском заливе, что привело к сокращению добычи на 39%. Также в шторме застрял круизный лайнер. В Москве умер тележурналист Николай Сванидзе. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». Информацию подтвердила правозащитница Ева Меркачева. Сванидзе было 69 лет. В последние годы он тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга. Николай Сванидзе стоял у истоков создания российского телевидения. Он был телеведущим общественно-политических программ, а в конце 90-х председателем ВГТРК. Был ведущим аналитической программы «Зеркало» на телеканале «Россия». С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь», где также вел новостные и исторические эфиры. До этого 10 лет был ведущим передачи «Исторические хроники» на «Россия-1», снял более десятка исторических фильмов. В день начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в прямом эфире назвал его немотивированным и неспровоцированным нападением России на Украину. В дальнейшем неоднократно говорил о последствиях кровавой войны для России. В ноябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека наряду с другими правозащитниками и журналистами. Вместо них Путин добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России. В декабре 2022 года Сванидзе уволили с должности директора Института масс-медиа и рекламы РГГУ, которую он занимал 12 лет. Частный экипаж космического летательного аппарата впервые в истории совершил коммерческий выход в открытый космос. НАСА охарактеризовало это событие как гигантский скачок вперед в изучении космоса. Миссия SpaceX Polaris Dawn, возглавляемая миллиардером Джаредом Айзекманом, стартовала из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Выход в открытый космос последовал за первым этапом миссии, в ходе которого космический корабль Dragon поднялся на высоту 870 миль, в три раза выше, чем Международная космическая станция. Сегодня, когда космический корабль Dragon вышел на орбиту высотой 434 мили, в скафандры всех четырех членов экипажа начал поступать чистый кислород, что ознаменовало официальное начало их внекорабельной деятельности. Айзекман и член экипажа Сара Гиллис, инженер SpaceX, по очереди выходили из корабля, проводя по несколько минут в скафандрах нового поколения SpaceX, оснащенных дисплеями, камерами на шлеме и улучшенными системами подвижности суставов, а затем возвращались внутрь. Выход завершился через час и 46 минут. Он стал новой важной вехой для SpaceX, компании, основанной Илоном Маском в 2002 году. Поскольку в Dragon отсутствует шлюзовая камера, весь экипаж находился в космическом вакууме. Пилот миссии Скотт Поттит и инженер SpaceX Анна Мэннон оставались пристегнутыми на протяжении всего полета, контролируя работу жизненно важных систем. «Риск не нулевой, это точно, и он, несомненно, выше, чем все, что было сделано ранее на коммерческой основе», сказал бывший администратор НАСА Шон Окиф. Все четверо членов экипажа прошли более чем двухлетнюю подготовку к миссии, проведя сотни часов на тренажерах, а также прыгая с парашютом, ныряя с аквалангом и поднимаясь на горные вершины. В числе задач, которые предстоит решить, тестирование лазерной спутниковой связи между космическим аппаратом и спутниковой группировкой Starlink, а также завершение десятков экспериментов, включая испытания контактных линз со встроенной микроэлектроникой для отслеживания изменений давления и формы глаза в космосе. Polaris Dawn – первая из трех миссий в рамках программы Polaris совместного проекта Айзекмана и SpaceX. Финансовые условия партнерства пока не разглашаются, но Айзекман, 41-летний основатель и генеральный директор Shifts for Payments предположительно вложил 200 миллионов долларов из своего состояния в орбитальную миссию SpaceX. Нынешняя миссия Polaris должна стать первым полетом с экипажем на звездолете SpaceX в прототипе ракеты нового поколения, которая является ключевой для воплощения планов по колонизации Марса. Пока что на этом все. Я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях. Субтитры создавал DimaTorzok